Тот факт, что такая гульня уже иснует в интернет-просторы Беларуси, пока не подтверждают ни правооховные ведомства, ни субъекты профилактики. Однако в интернете батьки уже забили тревогу. Справа у тем, что, долучившись до такой группы, подлетки оказываются в литеральном сенсе слова «на волоску от смерти». Спочатку модераторы паблика у шляхом активной переписки уздейничают на светопоглядь детей, а потом примушают их рисковать жить сём. Перебегши дорогу перед транспортом – самая популярная из небеспешных заданий. Наверное, они попадают под влияние этих групп не только потому, что они имеют какие-то проблемы, но также потому, что дети, по сути, достаточно внушаемые. И в результате они могут принимать чужое мнение, мнение, допустим, с интернет-сайтов, как практически безапелляционное, которое необходимо принять для своего действия. Страх наводить великая колькость виды «Оконтакте» и на Ютьюбе. Спочатку такие небеспечные гуни изъявились у России. Затым информационный укид отбылся в Казахстане. Об даденных группах там заговорили у семь особые СМИ. А зараз чутками помнится и Беларусь. С нашей стороны будет предпринят ряд каких-то мер. В первую очередь это профилактических, разъяснительных, потому что мнение людей разделилось. Некоторые говорят о том, что не надо заострять внимание, потому что это будет примером для подростков. Но мы считаем, что эту работу надо провести среди родителей, чтобы они были внимательны, чтобы они были аккуратны. И если они доверяют своим детям, провести с ними просто такую профилактическую беседу. Интернет гуля, бяжи або помры – не одна небеспечная пастка, есть и иншая. Модераторы таких групп задаются метой раскрутить паблик, набрать максимальную колькость подписчиков и реализовать за всеми инши идеи. При этом сродки досягненья меты не мают значения. Если родители замечают, что ребенок стал проводить достаточно много времени у компьютера, почему не выяснить эти причины, почему не помочь ребенку? Если ребенок плохо учится, не следует говорить ему в очередной раз, что он двоечник. Вы помогите, надите репетиторов, посадействуйте как-то, поработайте вместе с ребенком. Пускай этот результат будет очень маленьким, ну и фактически незначительным. Но отметьте, похвалой и одобрением. Для того, чтобы стимулировать те положительные какие-то реакции, чтобы вырабатывался стимул быть лучшим без компьютера. И, скажем так, зарабатывать эти лайки не в компьютере, а именно в открытом общении. У пероходного взрослого психика подлетка наибольше уразливая. Тому в зоне рызыки молодые люди, которые востры переживают особистые эмоциональные взрушения. Особливо подчас конфликта у сябрами и родными людьми. Вспоминается один случай, когда ребенок получил учебники, и его племянникам рисовали их. И он говорит, что мне делать? А мама говорит, иди повесься. Он пошел и повесился. То есть какой-то миг, когда ребенок готов это совершить, и какое-то неосторожно сказанное слово, оно, конечно, может привести к таким последствиям. А вот для официальных даденных за минулый год у Гомельской области поспробовали самостоянно свести с життя 23 подлетки. Пятера досягнули мэты. Однако трагедии можно было позбегнуть. Во всех выпадках детям не хапило уваги сбоку батьков. Подтримки и упевненности, что их зауседы выслыхают и заразумеют дорослые. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадиокампания, Гомель.